Прием, прием, не слышу тебя. Запись разрешил. Запись поставила. Ну что, посмотрим, что у нас там, как пойдет. У нас по этому лоту опять в этот раз также две заявки торгуются. То есть моя и Сергей Груздев взял другого человека. Ну здесь, по-моему, побольше заявок, чем две. Да. К сожалению. Это так. Это у нас аукцион идет или конкурс? Аукцион, аукцион, конкурс. Я планирую, что в конце процедуры буду заходить на него, чтобы здесь держать руку на пульсе. И там уже, когда от торговли будет к концу подходить. Там уже кину разовое предложение. Вась, площадка про вторую, которую я тебе говорила, это национальная электронная площадка от фабриканта, которая... Национальная электронная площадка. Да, по-моему, есть. Слушай, я там не торговался. У нас там почему-то лотов так получилось, что нету. Но надо зайти на нее, да проверить. У нас в Томске очень много на этой площадке проходит торгов. Вот, там порядка, мне надо будет тебе перевезти, ну где-то около миллиона, чтобы надо будет распределить на задатки. Ну, в общем, я думаю, сегодня как раз отторгуемся. Зайду, посмотрю, что у меня там по доступам, по аккредитациям. Я думаю, что нормально все. Там моя аккредитация не нужна, там просто регистрация, подгружающая ЦП и все. То есть там нету, поэтому там не проблема будет. Просто ты первый человек, кому я могу доверить такую большую сумму на перевод. О, Юлия Владимировна, спасибо большое. А по бюджету на сколько планируется? Здесь мой принцип сказал, что давай, короче, до полутора, типа, пускай торгуется, посмотрим, вот. А далее уже будем принимать какое-то решение, участие. Сейчас я ему, кстати, позвоню, потому что уже к миллиону подходит. А это не тот же объект, в котором мы участвовали, очень похож? Тот же, тот же, да. Это соседнее просто помещение. А, ну, то есть, как бы там порядка, цена-то выросла, насколько я помню, 4 миллиона. Юль, сейчас я отключу звук. Алло, алло. Максим, у нас 991 тысяча рублей текущая цена. О, да, да. Сколько участников? Торгуется по факту активно 27-я заявка, несколько раз подача была, но, я так понимаю, она больше не будет, но она отторговалась. Ну, и, собственно, третья заявка. Раз, два, три, ну, порядка пяти участников. Так, ну, прошло, прошло. Миллион 41. Миллион 41. Ну, пока ждем, пока ждем. Но, учитывая скорость, которая сегодня разумеется, есть опасения, что история будет повториться. Есть такое опасение. Да, к сожалению. Миллион 141 уже. Миллион 166. Ужас. Давайте обозначим. Обозначаюсь. Делаю ставку на миллион 191. Так, стоп. Я не успел поставить, потому что меня перебили. Миллион 216 делаем. Да, да. Все, поставил. Все, поставил, да. Зафиксировали. Миллион 241 уже. Вторую. Миллион 266. Куда-то она в космос полетела. Да, что там сейчас? Миллион 266. Что там пока остановилось? Миллион 291. Значит, пока не остановилось. Так, а сейчас чего там? Пока встало. А, вот поставили. Миллион 316. Ага. То есть, по идее, сейчас же не так будет. Да, уже как-то более размеренно. Вот торгуются сейчас 27-я, 9-я. Да нет, много на самом деле торгуются. Разные номера. Миллион 341. Девятый номер поставил. До этого 23-й, до этого 19-й, 27-й, 17-й, 12-й, 3-й. Ну, в общем, опять третий сейчас объявился. Миллион 366. По факту сейчас пока еще стоит миллион. Миллион 391. А, быстро. Быстро движется. Миллион 416. Миллион 146. Ну, вот прослеживается третья и девятая. Ага, вот те же самые. Может быть. Миллион 491. Миллион 516. Миллион 541. Миллион 616. Четко прослеживается третья и девятая. Восемнадцатая появилась заявка. Поставил оцену 1 миллион 641. Все, я ставлю 1 миллион 666. Красивое число. Супер. Так, поставил. Ставка принята. И ее перебили. И ее перебили. Восемнадцатая заявка. Миллион 691. Миллион 741. Девятый билет поставил. Так, ну сейчас уже так. В общем, если вдруг все остановится, тогда будем смотреть. Если два проскочим, то как-то и будет так. Услышал. Давайте пока не отключайтесь, да? Да, ну так, конечно. Так, ну, ну. Что-то закрямовилось. Спасибо. Однако. Притормозилось. Пока не сверится. Угу. Даже время... Подождем. Угу. Даже время пошло на убывание. Ну, то есть, 8 минут до окончания ценового предложения. То есть, следующий в течение 8 минут. То есть, а до этого там прям 10 минут и сразу следующая ставка. Ну, то есть, не успевала. 13-й билет поставил. 13-й билет поставил. 1 млн 766. Понял. Понял. Смотрим. Смотрим. 27-й билет поставил. 1 млн 791. Ага. То есть, срок участников, который так активно заявляет. Угу. Да, 13-й. Вот объявился и сразу опять поставил. 1 млн 816. 1 млн 816. Ага. Угу. 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 Пока без изменений. Ну вот она, размеренность начинается. Шальные головы отторговались, видимо. Ну да, либо все затаились. Миллион восемьсот шестнадцатый номер последний поставил. До этого у него там одна ставка была, то есть вот он вылез на последних цифрах. Двадцать седьмой билет поставил. Миллион восемьсот сорок один. Да, да, да. Миллион восемьсот сорок один. Да, там и вход, как вы говорите, витринный можно сделать, и пошире, удачный. Тем временем следующая ставка тринадцатого номера – миллион восемьсот шестьдесят шесть. Да. Продолжение следует... Да, но там начальная цена, нонсенс какая дешевая, конечно, была для них, для Питера, для локации, вот, поэтому... Поэтому много желаешь. Да, поэтому ажиотаж большой. Стоял-то там в ходу миллион сто, например, и свайсик, и... Конечно, конечно, я думаю, что прямо там, прямо отсечение года. А так, некоторые вражи заходят и... И несет. Ну что, тем временем, текущая ставка как бы остается, миллион шестьсот шесть, тринадцатый номер как поставил, восемь минут до окончания текущей стоимости. Ну, пока ждем. Угу. 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 Двадцать седьмой поставил, миллион восемьсот девяносто одна тысяча. Следующая ставка, миллион девятьсот шестьснадцать должна быть. Сейчас посмотрим по динамике. Тринадцатый билет поставил, миллион девятьсот шестьснадцать. Да, ну тринадцатый проявился на последних периодах, после полутора миллионов вылез. Да, да, прохождал, видимо. Угу. Угу. Так, сейчас миллион девятьсот шестьснадцать, да? Да, 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 тринадцатая заявка подалась на миллион девятьсот шестьснадцать. Девять минут, восемь минут уже до конца подачи. До свидания. Продолжение следует... 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 Да, актуальная заявка 13-я, 2 миллиона 16 тысяч рублей, 8 минут осталось на то, чтобы поставить кому-либо. Да, ну по ощущениям, вот тогда победа уйдет. То есть цена, которая создается в том, как мы и поиском. Ну да. Может, это тоже самый человек. Узнаем из протокола уже, по окончанию. А с Гороховой у нас полчаса на подачу предложения, еще до 12-ти. То есть там разовая подача. Мы с вами там сумму зафиксировали. Если, в принципе, она не меняется, то я тогда, не знаю, скриншот запишу, наверное, и подам. Ну то есть, по сути, вот сейчас я ждал, пока мы отторгуем красноармейскую, чтобы актуально здесь быть в моменте, чтобы не перескакивать. Тем не менее, да, 7 минут осталось. Под замер аукцион. Ну, по крайней мере, за 2 миллиона 16 тысяч рублей точно хочет. 6 минут до окончания. Так, что тут вот жужжит. Ну, по крайней мере, за 2 миллиона 16 тысяч рублей. 5 минут до окончания. 6 минут до окончания. 6 минут до окончания. 7 минут до окончания. 4 минуты. Ну, типа да, море по колено, горы по плечу. О, 27-й билет объявился. 2 миллиона 41 тысячи рублей. Сейчас посмотрим, как 13-й сразу отреагировал. 2 миллиона 66. Так, давайте тогда сейчас гороху сделать, потому что нам нужно две заявки, правильно? Которая наша и вторая. Вторую заявку нам можно не пулять, нам достаточно, чтобы признали участником. То есть нас признали участником, мы задаток отправили, документы отправили, а предложение нам не обязательно подавать по регламенту процедуры. То есть сейчас мы будем подавать только наше предложение ценовое, вот которое ранее обозначили. Сейчас я зайду на процедуру. Я думаю, что, скорее всего, в этот же день сегодня мы узнаем, чуть попозже, в районе трех, скорее всего, либо уже в понедельник. У гороховой. Ну, теперь надежда на гороховую осталась. Угу. Все, я тогда подаюсь на гороховую. Да, да. А есть любое, но пока, когда мы видим конкурентную, чтобы кто-то прикинул. Угу. Дальше, конечно, как играть. Пока посмотрим кино. Да, да, да. Да, да. 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 Так, что-то у меня кнопочка не нажимается. Так, сейчас мне надо… Можете быть на связи, сейчас я позвоню в российский аукционный дом, что-то у меня тут кнопка не нажимается. Сайт обновляем, но не могу понять, в чем проблема. Вася, попробуй в новой вкладке открыть еще раз. Продолжение следует... Девушка, добрый день. Я сейчас участвую в процедуре конкурс по приватизации «Могу котлоты» сказать. 7F, Федор, 9042, 4001, 886-1. У меня вопрос. Я не могу поставить предложение ценовое. Вот здесь окно «Разместить предложение». Я не могу его нажать некликабельно. Ильина Василий Сергеевич. Да, пожалуйста, это очень срочно, потому что до окончания процедуры 25 минут. Да. Максиму уже у нас по красноармейской 7 минут осталось. Ставка та же самая, держится? Я понял. Добрый день. Я не могу нажать на кнопку «разместить предложение». Так, а что у вас происходит? Ничего не происходит. Некликабельно кнопка, в принципе. Некликабельно? Угу. Так, а под кем вы участвуете? Под собой? Под собой, конечно. Ильина Васильевич. Да, да. Сейчас подождать. Поехали. По красноармейской тем временем 3 минуты до окончания подачи предложений. Максим, я думаю, что это, возможно, из-за браузера происходит, потому что я в другом браузере это делаю параллельно. Возможно, площадка не поддерживает параллельные сессии. Так что, если 3 минуты отторгуются как бы красноармейской, я перейду на… Понятно. Но посмотрите, у вас сейчас… Я сейчас на одном аукционе через Explorer сижу, а второй, получается, у меня аукцион – это конкурс по Гороховой. Я там через… Да, я там через Google Chrome сижу. В Google Chrome, да? То есть есть… Ну, давайте попробуем установить страничку, выйдите из личного кабинета, там время дома у вас еще есть до 12 часов. Да, 22 минуты. Выйдите из личного кабинета, авторизуйтесь повторно в Google Chrome. Желательно все это делать в одном вообще браузере, чтобы не было. Ну, да ладно. Так, может, выйдем как на армейских браузера? Сейчас, секунду. Максим, да? Давайте там на каждом месте выйдем из браузера, да там дойдем, чтобы в одном быть. Я думаю, что сейчас попробуем. Если не получится, то, скорее всего, да, так и сделаем. Потому что… Ну, а что, у нас там уже интересов нету, по сути. Да. Вот. Время пока позволяет. Перезашел. Нажимаю на кнопку «Разместить предложение», ничего не происходит. Поэтому я думаю, что я пойду на Explorer. Да, наверное? Попробуйте на Explorer. Она у вас также серым, говорит, не крикательная кнопка. Так, нет. Почему не серым? Она таким, синим. Но, по идее, должно окно всплыть. Вы ввели сумму предложения? Что? Сумму предложения ввели? Нет, мне некуда ввести ее. А там вкладку нужно? На вот, Жень. Нету этой вкладки. Ну, а что вы видите сейчас? Я вижу стандартную карточку лота, когда заходишь на площадку Lotto Online. И, соответственно, там с правой стороны такой билет номер мой. Так, да, да, да. Начальная цена, отклоненные участники. И кнопка «Разместить предложение». Синий неким горит, подчеркнутый. Да, вы на нее нажали. Я на нее нажимаю, и ничего не происходит. Ctrl-Shift билет. Нажмите, пожалуйста. Ctrl-Shift билет. Отличить историю браузера за 24 часа. Удалить. Ctrl-A5. Сейчас. Продолжение следует. Ой, что-то он подзадумался. Подзадумался. Давайте я, наверное, прям его закрою и просто перейду на Explorer. Как вы считаете? Попробуйте на Explorer, да. М-м-м. А вообще у вас сайт поддерживает, да, параллельные сессии с разных браузеров, если один пользователь? М-м-м. М-м. 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 О, а тут работает. Супер. Все, вопрос снят. Спасибо вам большое. Уф, я даже переживать начал. Все нормально, да? Работает? Да, да, да. Все, я вижу окно подачи предложения. Тут будет, по сути, разовая подача. Мы вносим ту сумму, которую мы с вами ранее согласовали. Спасибо. 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 Так, еще раз проверяем циферки. Спасибо. 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 Все, ждем заявка. Все, по конкурсу мы подали. Хорошо, хорошо, но ждем, что там у нас получится. Так, вернулся я на Красноармейскую, тем временем у нас 2 минуты до окончания подачи текущего предложения. Ставка текущая 2 миллиона 166 тысяч рублей. О, как. Да, и, конечно, это 13 номер. Появилась также, кстати говоря, 11 и 21 заявка. Ага, интересно как. Да, то есть ранее только 27 и 13, сейчас появилась 11, 21 и вот 13, как бы текущая цена. Желающих много. Я думаю, что если не затянут, вообще у них, как бы, у муниципалов пятница это такой день, он скорее не рабочий, чем рабочий. Поэтому, возможно, и на понедельник перенесут это все. А не видно, сколько там участников на данный момент? Нет, я вижу только отклоненные заявки на, ну, по конкурсу, да, по Гороховой. А сколько там отклоненных? Отклоненный один, индивидуальный предприниматель Меджидов Магомед Гапурович. Понял, понял, все, тогда все до связи, ждут информации, как там Гороховой. Да, хорошо, текущее тем временем ценовое предложение по Красноармейской опять два раза перебилось. Победила опять сейчас у нас 2 миллиона 216 тысяч рублей заявка. Вот, а уже ее перебили опять, 21 номер появился откуда-то. Вот, 2 миллиона 241 тысяч рублей. То есть опять какой-то активный набор пошел. Ну, да, посмотрим, чем кончится, потому что это может затянуться. Но тогда до связи. Да, до связи, до свидания. Так, все, у нас принципал отключился. Как тебе ощущения, когда у тебя браузер не работает, а заявка не работает? Да, ну нет, на самом деле круто, что принципал не психует, не давит, ничего не это. Такой спокойный, рассудительный. И, ну, как бы начал мандражировать уже под конец, когда хром не пашет. Потому что, ну, непонятно, почему он не пашет. Слушай, я могу тебе сказать о том, что, ну, вот, когда я работаю, да, то есть не с копеечными клиентами, которые, там, хотят купить себе квартиру и получить какую-то выгоду, а с людьми, которые действительно, там, понимают, которые в торгах участвуют, там, в закупках. Вот, то есть когда я с ними работаю, с этими людьми, они никогда не мандражируют. То есть они принимают все так, как есть. Да, вот, кстати. Я тебе вот рассказывала, когда я приезжала в Питер, рассказывала историю там, что, ну, то есть у нас получилось, что я сработала в минус 100 тысяч. Я имею в виду, получилось, что мы купили право требования. Но потом, как только вся эта история закончится, во-первых, деньги у нас полмиллиона зависли на полкода, во-вторых, они сейчас придут на 100 тысяч меньше. Вот, и у меня абсолютно нормально принципал на это отреагировал. То есть я ему сказала, я говорю, так, вот так, я говорю, ну, я накосифорила, говорю, вам придет на 100 тысяч меньше. А он такой, ну, ладно, окей, все, ты знаешь, там. Ну, я, естественно, сказала, что, я говорю, разницу я верну сразу же, как только деньги придут, и все. Ну да, вот это, на самом деле, тоже очень такое быстро принимает решение. Он буквально вот на эти помещения, вот это, да, красноармейская текущая, которую мы смотрим, и предыдущая, которую мы тоже снимали пару дней назад, это в одном здании. Он туда пришел за, буквально за два дня до окончания подачи заявок. Посмотрел там что-то вечером или что-то такое. Тут же мы с ним встретились вечером, он два задатка мне передал на оба помещения, и все, пошли на торги. Ну, то есть быстро такой принял решение, сопли не жевал. Тоже приятно работать, он такой деловый человек. Ну, вот я тоже, я люблю работать с теми, кто быстро принимает решения, и кто мне не парит мозги. У нас, у меня тут один инвестор, он хотел все выкупить и выкупить, и там по случайности проворонил два объекта. Ну, то есть я ему раз сказала, там, цена высокая, ждем. Во второй раз я ему сказала, как бы все, цена уже низкая, надо заходить в торги. И он, получается, так, один объект хороший проворонил, второй объект хороший проворонил. Все, он сейчас, я ему звоню, я говорю, есть объекты. Все, я беру. Он даже не услышал, что там были за объекты. Он говорит, так, я тебе все деньги сама переведу, только там это, мы их забираем. Ну, то есть как бы нормально, я думаю. Да, понятно. По этой процедуре, по Красноармейской 5, у нас Сергей Груздев был 27-й заявкой, мы вот видим, что он активно тут отрабатывал, с 13-й боролся. Но по факту у них также был максимальный ценник в 2 миллиона рублей, потому что это уже разумный предел, за который, в принципе, неинтересно оно дальше. А то помещение было интересно тем, что тут как бы вход шире, гаражные ворота, то есть можно витрину сделать, большую стеклянную. И там получается как бы с дороги видно это помещение. А помещение, за которое сейчас идет торг, оно с дороги не видно, оно угловое. Вот, немного так поодаль находится. И вход там такой, поменьше, поуже. Вот, как-то так. А по конкурсу, кстати говоря, у нас помещение 6 квадратных метров. Представь себе. Но у него отдельный вход. В принципе, под юрадрес, под формальный офис для налоговой, оно сгодится. Ну, слушай, 6 квадратных метров, оно не такое уж и маленькое. Я имею в виду, например, для какой-то там зоны, там, перманентного макияжа, наращивания ресниц, под сдачу его. Там какой-то ларечек, я не знаю, там маленький сигарет, но он подойдет. Да, согласен. Вот у нас такая красивая цена получилась на конкурсе. Я на ней настоял, принасыпал, хотел. 700 тысяч рублей, я говорю, давайте 731 и там что-нибудь. Давай. Вот так получилось. Люблю красивые цифры. Ну, я на самом деле всегда, знаешь, ставлю, то есть, ну, по психологии, если по психологии посмотреть, люди любят семерки. Вот, и, ну, то есть, в основном идут, если посмотреть, это тройки, пятерки ставят и семерки. То есть, ну, если по ценникам посмотреть, которые там идут, с каких-то таких. Я всегда ставлю цены, это либо девятки, восьмерки, четверки и шестерки. То есть, это ценники, которые, ну, очень редко в торгах фигурируют. И если я, например, ставлю в копейках окончание, да, то есть, я ставлю не 77, а 99. То есть, копейки делаю другими. Ну, это так, на будущее. Просто люди любят семерки. В основном у нас всегда фигурируют тройки и семерки. А там не написано, когда будет протокол? Может, в течение часа будет опубликован? По конкурсу? Да. Сейчас посмотрим. В течение часа будет. Спасибо. 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 В день подведения конкурса. Ну, по сути, сегодня ожидаем. Ну, возможно, оно там в течение часа, как обычно, они допубликуют. А, ну, хотя у вас-то у нас разница по времени. Четыре часа. Да, но, насколько показывает практика, у нас пятница абсолютно не рабочий день, ни в российском аукционном доме, ни в муниципалитетах. Там уже с двух часов никакой работы нету, а до двух только видимость. Не переживай, у нас так же. У нас муниципалитет вообще работает, ну, то есть, если нужно записаться на осмотр, он работает два дня в неделю. Надо собирать заявки, и то получается. У нас осмотр по вторникам и четвергам, понедельник с пяти до шести, среда с пяти до шести, прием заявок. На следующий день можно посмотреть. Ну, как бы. Да. У нас тоже такой случай интересный был. Мне в российском аукционном доме не давали просмотра, доступа. Уже две недели идут приемы подачи заявок. После того, как начала пугать прокуратура и ссылки на нормативы, по которым они обязаны произвести показ, осмотр, да, они нашли ключи и допустили до показа. Вчера был на осмотре, хорошая земля в черте города, под гаражи, под автосервисы, под стоянки автомобилей. Площадь там, я не помню, порядка 43 соток. Ценник там 27 миллионов рублей. Строение там не капитальное, ангары 980 какого-то шестого года постройки, холодные. То есть, по сути, в строении там нету никаких. Под какой-нибудь, я не знаю, автосервис, что-нибудь с авто связано, в принципе, очень крутое место. Вот, до метро там достаточно близко. Прямо сказка. Слушай, ну, очень маленькая цена, потому что у нас стоит, ну, в центре города примерно лямб сотка. А если у нас считают, что, например, это по ДЖС, если под пром, у нас она еще больше будет стоить. Да, 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 да. Да, ценник там хороший. И вот еще ждем, что у нас, допустим, на просмотр там еще по одному адресу. Я сделал официальный запрос через сайт российского аукционного дома. Там есть такая кнопочка на лоте, типа, разъяснение получить. Вот. Если мне не ответят, и если торги состоятся, то я уже, поэтому, основываясь на этом разъяснении, буду сносить торги, потому что это официальный ответ мне дали, что допуск до просмотра невозможен. Тут у меня такой вопрос, а как ты снесешь торги-то? Ну, дали тебе ответ, что просмотр невозможен, и что? Кто-то купил, хлебую. Где-то, хотя я с одной ссылкой на закон покажи, что если тебе просмотр не дали, то никто, кроме тебя, купить его не может. По постановлению, я не помню формулировку, но есть постановление ФАС о том, что обязан организатор торгов произвести показ помещения, допуск заинтересованных участников, и что-то там бла-бла-бла такое. Ну, да, такое есть, но скажи мне, где вот именно, в каком сказано, что если вдруг тебе не предоставили этот доступ, почему другие не могут зайти и купить? Ну, других, например, устроила там просто цена вслепую. Ну, то есть, как бы это такой, знаешь, ну, труднооспоримый факт, ну, я тебе сразу скажу, что это нереальный. То есть, пока еще идут торги, тебе не предоставляют просмотр. Ты здесь еще можешь как-то действовать, взаимодействовать, там еще что-то. А как только, ну, там, доступ уже все, нету никакого, уже торги выиграны, все. Другой-то человек здесь при чем? Вот вслепую он купил. Обидно. Ну, зато как есть. Ну, хочешь, совру тебе. Не надо врать. Илья Владимировна. Все, вытащил ЭЦПшку. В этом, в этих аукционах мы сделали все, что могли. Ура, поздравим победителя. Забрал помещение за 2 миллиона 316 тысяч рублей. Ну, поздравляю победителя. Надо потом также пробить победителя, посмотреть. Ну, то есть, может, это кто-то снова с Москвы у нас. Может, это тот же самый. Может, может, это тот же самый человек. Ну, все тогда. Тогда я запись ставлю на паузу. Видео я скину всем, кто... Что-то у нас, кстати, мало участников стало приходить смотреть. Походу, у нас все все знают. Да, вот, видимо, да. Тимофей Зотов красавчик. Подсоединился и до конца отсидел. Давал дельные советы в чате Зума по браузеру. Тимофей, респект. И знаешь, самое интересное, что когда ты делаешь такие трансляции, то есть, я на них прихожу, потому что там реальные ситуации бывают разные. И вот все, кто не смотрит трансляции, они теряют кучу опыта. И времени. Как минимум, они могут здесь задать вопросы тебе, мне, да, потому что мы находимся здесь в прямом эфире. И очень странно, что нет никаких вопросов. И, в принципе, никто и не приходит-то. Ну да. Юль, миллион там что-то говорила, когда переводишь? Смотри, мы сейчас согласуем все это, да, потому что большая сумма, один миллион, то есть нам надо, чтобы у меня все прошло ровно. Мы сейчас согласуем, если у них есть электронная подпись, третьего лица какого-нибудь, то есть я просто возьму эту электронную подпись и на основании доверенности все там сама проверну с этими задатками. Вот. Если у них нету этой электронной подписи, то в этом случае я тогда тебе напишу, и это будет не раньше понедельника. все, я понял. Я тогда уезжаю сегодня, как ты помнишь, да, компьютер я не беру. Вот. Все, хорошие две выходных. Спасибо, Юль. Вот, сегодня я проверю тогда регистрацию свою на площадке NEP и отпишу тебе. Все, хорошо, ладно. Пока-пока. Ну, пока.